Приветствую вас. Вы знаете, вот в вашем тексте достаточно мало, скажем так, личного, да, то есть личного у вас вот в тексте вообще совсем чуть-чуть, чуть-чуть, в том смысле, что, ну, как-то вот вы пару слов сказали про, значит, про то, что вы стеснительны, про то, что вы скованы, про то, что вы чего-то боитесь, про то, что вы не выражаете свои чувства, и, в принципе, всё. Этого мало, чтобы понять природу ваших эмоций к преподавательной преподавательнице, что этого мало, очень мало. Смотрите. Во-первых, преподавательница дружит с вами, пока вы учитесь, точно не будет, если она профессионал своего дела, потому что, ну, этика наручится профессиональная, если она себе это позволит. Вот. Я не думаю, что вас саму устроит, если её образ, который вот у вас есть, который сложился, а если её образ разрушится. А он невинуемо разрушится, если она будет с вами дружить вот сейчас, потому что, как бы, ну, дружить и преподавать, да, ну, сложно, практически невозможно. Всё-таки всем люди, да, и если, вот, вступить в дружеские отношения с кем-то из своих учеников, учеников, то, маловероятно, может быть может быть для него учителем, и также объективно оценивать его знания, как сделал это до того, как, собственно, сблизились вы. С другой стороны, при наличии такого равенства, да, при наличии независимости взаимной, при наличии осознанности взаимной, и при наличии чётких личных границ и, возможно, элементов договорённости, дружба всё же возможна. Дружба возможна. Но, не зная ничего про неё, я могу точно сказать про вас, что этих условий вы не соблюдаете. Ну, вы говорите, что от неё исходит тепло, вы говорите, что вам нравится, вот, ну, она, и чувствуется, что вы ей восхищаетесь. Как бы, чувствуется, что вы её идеализируете. Вот вы говорите, мы с ней похожи. То есть у вас вот такая вот, у вас есть такое вот желание быть с кем-то, кто на вас похож. И вас притягивает человек, в том числе, в том числе, вас человек притягивает именно этим, именно тем, что вы похожи. И читаете одни книжки, и от неё исходит тепло, и она вами восхищается, и она вас поддерживает. Я не знаю, сколько ей лет, может быть, это молодой человек, ваша учительница, может быть, это человек уже такой достаточно зрелый. Вот, ничего не пишите о её возрасте, вот, а жаль, это была бы полезная информация. Но в любом случае подобные взаимодействия с учителями, начальниками и так далее, они идеально возможны, когда ничего человек не ждёт и не хочет от них. Да? То есть вот, если вы начали учиться у кого-то, и этот человек вам понравился, вы можете с ним общаться вне учебного и рабочего времени, но при этом у вас не должно быть каких-либо желаний по отношению к нему, к нему, к этому человеку, вы можете просто чем-то делиться с ним. Да, вы можете чем-то сказать с ним, но желаний каких-либо у вас быть не должно. А если желания возникают, то возникают, соответственно, и некие попредственности, некие ожидания, а эти ожидания, они, как правило, не удовлетворяются. Вот. И неудовлетворенные ожидания, они проявляют разочарование, и, соответственно, в итоге, ну, абсолютно ничего хорошего из этого не происходит, не получается. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, обратить ваше внимание, в первую очередь, в первую очередь, нужно на это. Вот. Дальше. Идём дальше. Вы говорите, что я скована в своих чувствах, что я стеснительна, и здесь, с одной стороны, мы имеем факт сверхмотивации, для вас, мы имеем факт сверхмотивации для вас, в том смысле, что вы чересчур, возможно, сильно хотите быть человеком в отношениях, чересчур сильно вы хотите сблизиться с ней. А с другой стороны, мы имеем дело с некоторыми вашими вероятными трудностями, вероятными, Камила, проблемами, связанными с неуверенностью в себе, с страхами, с обесцениванием собственным, с занижением самооценки своей. И в таком случае, очень логично выглядит то, что вы тяготеете к человеку такому вот тёплому, тёплому, позитивному, поддерживающему, уверенность, мудрому и так далее. Да? То есть, по сути, это такая вот своего рода получается либо замена, либо дополнение к маме. То есть, либо замена мамы, либо дополнение к маме. Вот. Если уж совсем, мы берём тут вот психоаналитическую, так сказать, психоаналитический разрез, то это в этом человеку свою жизнь выведите свою маму. Вот. Ну, давайте мы в психоанале сейчас не будем погружаться в дальние... Вот. И просто скажем, что все те же самые обстоятельства объективные, но только без объективных составляющих в виде вашей скромности, стеснительности, неуверенности в себе, было бы, в общем-то, в пределах нормы. И вопрос, как я думаю, ну, касался бы исключительно только моральной стороны вопроса. Насколько, вот, с точки зрения морали правильно, там, как-то вот, ну, взаимодействовать, да, с... Ну, вот, с тем, кто меня обучает, к примеру. Да? Вот. Насколько это всё, вот, ну, в моём случае адекватно. Насколько это всё в моём случае правильно. В этом же, вот, в той форме, в которой вы это описали, да? В той форме. Ну, я бы сказал, что есть проблематика. Я бы сказал, что есть проблематика, связанная, в первую очередь, с тем, что вы, вот, сами по себе неуверенный человек, и вы, вот, пытаетесь, как-то, вот, дополучить то, что вам не хватает. И, мне кажется, что, сперва вам надо бы поработать с стеснительностью, и с вероятными фактами вашего обесценивания себя. С вероятными фактами обесценивания себя. И, после этого, что вы, я думаю, вы решите для, ну, вы решите для себя, хотите ли вы в дальнейшем взаимодействовать с преподавателем на том уровне, на котором вы, ну, который вы претендуете сейчас, скажем. Так что очень важно исключить, исключить из возможного восприятия, вот. Учительности, да, очень важно исключить все, что не относится к ней. Да, для вашего же блага, для вашего же пользы. И если мы это сделаем, если вы это сделаете, то я более чем уверен, что проблема будет решена. Вот. И, кто знает, что будет тогда. Вот. Примерно. Примерно. Так я могу вам ответить на вопрос, на вопросы, точнее, которые вы задаете. Вот. Вот. Примерно так. Я могу вам ответить. А, ну, мне остается только надеяться на то, что вы отнесетесь к этому серьезно, и, в общем-то, сделаете выводы. Вот. А, я очень, ну, очень на это надеюсь. А, ну, на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! Удачи! Удачи!